Неделю назад у нас произошло такое событие, что собака у нас украла петуха за дровами. Мы нашли его в лесу. Подвесили его на дереве, на персике, и оставили на ночь. Хотела я его утром ощипать, чтобы дать курам. Ой, курам, кошкам. Сами мы уже преследовались с этим петухом. Выхожу на следующее утро. Ветка дерева сломана, перья валяются под кустом, под этим персиковым деревом. И петуха нет. В общем-то, та же собака, видимо, его унесла. Но этой школы было нам мало, мы никаких выводов не сделали. И потом, на следующий день, считаю я кур утром кормлю, а их 8. Короче, собака унесла еще двух кур несушек и двух петухов. Двух кур Костя нашел в нашем лесу, петухов так и не нашел. Короче, собака такая злая, нас сожрала. Такие вот потери. Мы очень расстраивались сначала, но куда деваться. За перьяков, теперь они у нас сидят в курятнике. Раньше они у нас гуляли по всему участку. Вот на этом выгуле они гуляли. Смотришь, это. Ну, большой-небольшой на выгуле. Ну, а теперь они у нас сидят у себя в домике. Теперь у нас шесть кур и два петуха. Раньше у нас было четыре в день яйца, когда было на две куры больше. Теперь три, иногда два. Но, тем не менее, заводить кур мы пока больше не собираемся, потому что у нас скоро будут рождаться новые кодлята. Для них нужно помещение. И, возможно, нам вообще придется пока избавиться от кур, для того, чтобы поместить в это помещение новеньких кодлят. Потому что наши прежние кодлята уже подросли. Уже они теперь сами скоро будут, наверное, козами-мамами. Мы так думаем. Посмотрим. Так что на курах пока остановимся. Ну, три-два яйца тоже неплохо в день. Получается, что в неделю два десятка. На этой хорошей новости расстанемся с вами. Всех вам благ желаю, прибыли, доходов всяческих, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok